Здравствуйте! В эфире проект «Современники». В нашем объективе те, кто интересен своей жизнью, своими историями. «Твое от тебя никогда не уйдет» – эта избитая фраза уже стала почти народной поговоркой. Но именно это пророчество и сбылось в жизни нашей сегодняшней героини Ирины Сисекиной. Это сегодня она заведующая кафедрой мастерства актера в Воронежском государственном институте искусств. Но ее путь в творчество не был простым и быстрым. Так с чего же все начиналось и чего достигла Ирина Борисовна? Об этом расскажем в «Современниках». Воронежский институт искусств. В его коридорах и аудиториях всегда царит особая атмосфера. Атмосфера творчества. Творчество поставить на паузу невозможно. Поэтому здесь репетируют, прогоняют постановки почти без выходных. В одной из аудиторий театрального факультета занятие у первокурсников. Ведет его Ирина Сисикина. «Поднялся вдруг весь псарный двор, почой серого так близко забиявок. Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку. Псари кричат. «Опсти, ребята! Вон!» И вмиг ворота на забор. Каждое слово мастера ребята стараются запомнить. Они знают. Перед ними легенда. Легенда театральной жизни не только Воронеже, но и России. Ирина Борисовна выучила, выпустила сотни артистов. Многие из них стали звездами отечественного театра и кино. Но ее путь в искусство не был быстрым и простым. Хотя родилась Ирина Сисикина в семье известных актеров Бориса Концедалова и Ольги Солнцевой. Мама меня не пустила. Проработав много лет в театре и понимая, насколько это зависимая, жестокая профессия, она мне хотела счастья, я так думаю. И она говорила, что одной женщине без поддержки в театре всегда очень сложно выжить как-то, как-то добиться успеха. Ну, я ее слушала. Маленькая Ира росла в театре. Родители брали ее с собой на репетиции и спектакли. Но поступать девушка готовилась на филологический факультет в ГУ. Для этого приехала из Днепропетровска в Воронеж, где жили ее бабушка и дедушка. Экзамены сдала на максимальный бал. И студенческая жизнь началась. Ведь девочки не все решаются пойти сразу в артистки. Потому что, ну как же какой артист? Как нам по молодости казалось. Глупость, конечно, полная. Но такое ощущение, что это прямо перстом божьим указанные люди. Понимаете? Вот Господь Бог как бы поцеловал и вот и одарил талантом и так далее. И это же постепенно приходит. Потом этим надо заболеть. Я познакомилась с театром миниатюр Воронежского государственного университета. И театр миниатюр, он оказал очень большое влияние. Лев Ефремович, Кройчик, Вадим Кулиничев, Саша Смирнов. Все они участники были этого театра. И то, что там говорилось, как говорилось, какие постановки ставились. Все они мою молодую душу очень укрепляли. Мне было там хорошо и интересно. В этом театре миниатюр с нами работали Лев Ефремович Кройчик, Володя Сисикин, Ирина Борисовна Сисикина. Вот тогда я как бы ознакомилась с нею. И как ни странно, у нас сразу завязались с нею очень хорошие отношения, очень теплые, дружеские отношения. Мы сразу подружились. Знаете, как будто нашли друг друга. И вот я так прикинула, это получается, что уже 50 с лишним лет. Удивительно. Театр миниатюр дал дорогу в большую жизнь в искусстве сразу двум выдающимся на театральном небосклоне звездам. Ирине Сисикиной и Елене Гладышевой. Обе получили непрофильное образование, даже начали работать в сферах далеких от театра. Но обе связали свою жизнь с творчеством. Когда я закончила университет, то, будучи замужем, я могла никуда по распределению не ехать. Тогда такие были времена. И меня устроил свекр в технологический институт, в библиотеку. Библиографом я работала. А театр миниатюр тогда в университете попал в опалу за постановку такого спектакля «Парадокс». Ставили такой спектакль. Ну и нас как бы попросили из университета. А расходиться мы не собирались и терять все наше наработанное не собирались. И были ребята, в этот же театр ходили, которые в технологическом институте уже были преподавателями. И они там поговорили со своим ректором. И ректор принял этот театр на свою площадку. В октябре 1971 года в Воронеже открылся Институт искусств. Театральный факультет возглавили приглашенные из Москвы педагоги Ольга Старостина и Борис Кульнев. Тут и произошел случай, который решил судьбу Ирины Сисикиной. Преподаватели не пропускали театральных постановок в Воронеже и посетили один из спектаклей «Театр миниатюр», где в это время блистала Ирина Сисикина. У них были отличные работы актерские. Она сыграла Аманду в «Стеклянном зверинце» у Ильямса. Причем блистательный был этот спектакль. У них их дипломный спектакль на курсе. Ну и все-таки педагоги сразу чувствуют, есть вот талант. В кабинете у Ирины Борисовны портрет Ольги Старостины не случайно. Именно она со своим супругом и дали девушке шанс. Пригласили ее сразу на второй курс театрального факультета. Когда меня приняли туда, и я имела беседу с Борисом Григорьевичем, он был человек очень откровенный и простой. И он мне сразу сказал, знаешь, я очень бы хотел, чтобы ты по окончании института не уезжала никуда из Воронежа, не устраивалась ни в какой театр. Я бы хотела, чтобы ты осталась здесь и составила постепенно костяк педагогического состава театрального института Воронежского. А вам чего хотелось тогда? Наверное, того же. Актерская профессия и педагогическая, они в чем-то близки, а в чем-то они имеют свои отличия друг от друга и свои особенности. Тоже талант педагога увидеть в абитуриенте будущего актера, разглядеть его способности в период особенно приемных экзаменов, в эту нервотрепку. Вы видите, умение абитуриента успокоить, как-то настроить его, чтобы он раскрылся. С этого момента жизнь Ирины Сисикиной, всей душой любившей театр, вошла в свою колею. Начинала она как педагог мастерства актера и сценической речи. Она жила своими учениками и росла вместе с ними. Она была моим педагогом не только по мастерству актера, а она преподавала у меня. Когда я училась в институте искусств, она была моим педагогом. И, конечно, если бы Ирина Борисовна в свое время не сказала мне об этом, не намекнула, просто какой-то разговор у нас был. И она говорит, Лен, знаешь, я понимаю, что ты, конечно, наверняка будешь замечательным химиком, органиком, но, конечно, я мечтала бы тебя видеть в нашем институте. И все. И тут у меня крышу просто снесло. Я пыталась бросить институт на первом курсе. Мама мне не разрешила. На третьем курсе мама мне тоже не разрешила. А я уже так болела, что просто не могла. Вот. И, конечно, это вот спасибо Ирине Борисовне. И поступить она мне помогла, естественно. Я так думаю. Я так думаю. Потому что я когда поступала, ну, я же работала. Я уже в ней работала. Я закончила институт. Это был 79-й год, когда я поступала. Ирина была уже педагогом. Очень долгие годы педагогом уже была. Я тогда помню, думаю, я на все доплюну, я все-таки попробую. И она мне сказала, как же попробуй, потом себя никогда не простишь. Ну, возьмут-возьмут. Не возьмут-не возьмут. Но ты хотя бы успокоишься. Ну, вот. Но я думаю, что это не без ее участия. Она никогда мне об этом не говорила. Но я подозреваю, что это не без ее какого-то доброго слова на комиссии. Все-таки я возрастная была. Мне было 23 года, когда я поступала. И я просто несказанно благодарна ей за это. За то, что она так круто изменила мою жизнь. Она фактически сделала меня счастливым человеком. Ее постановки всегда ждали. Она ставила пять вечеров Александра Володина. Ее выпуск уже уверенно играл «Матросскую тишину» Александра Галича. Запомнился зрителям ее «Гамлет», где играли ее студенты. В Курске в репертуаре местного драмтеатра шли три спектакля Ирины Борисовны. Режиссеры Питерского театра «Сатиры», увидев постановки Ирины и Владимира Сисикиных, не скупились на восторженные похвалы воронежцам. Но все-таки делом всей жизни Ирина Борисовна считает театральную педагогику. Вот один из выпусков целиком уехал в Санкт-Петербург. Театр на Васильевском острове такой, с целым спектаклем детским, «Пеппи Длинный чулок», и им там обеспечили жильем в Ленинграде. И они очень долго играли. И этот спектакль, и другой спектакль играли. И о них были самые хорошие отзывы. Ну, сейчас вот Андрюша Гусев сыграл роль у Андрюна Кончаловского с Высоцкой в последнем своем фильме. Очень большая главная роль Андрюши. Звонарева Марина является лауреатом конкурса кинотавра в Сочи. Она несколько раз там участвовала, получала приз за лучшую женскую роль. То Федя Добронравова, я его учила, он у меня играл в Несчастливцево. Но он сам по себе человек очень одаренный, более того, трудолюбивый, более того, рукастый. Сколько уже замечательных актеров она выпустила. И я как-то ей сказала, вот я ходила к ней на все курсы, которые она выпускала. Я смотрела дипломные спектакли, даже иногда просила ее там на занятиях посидеть немного, посмотреть. И я каждый раз говорила ей, тебе, наверное, очень везет. Вот у тебя прям такие талантливые дети, набираешь ты прям таких талантливых детей. А потом я поняла, что это не просто везение, она просто умеет это делать. Она умеет вложить частицу в себя детей, она умеет раскрывать их. Вот творческий потенциал, это ведь очень сложно. А сколько энергии это требует? Это же ведь вот я тоже сейчас стала педагогом по мастерству актера, опять благодаря Ирине Борисовне. Потому что она тогда меня этим тоже заразила очень. И я, ну так, поначалу я так самодеятельностью какую-то занималась, а потом уже вот и стала преподавать тоже в институте. Так что Ирине Борисовне, я должна, что называется, по гроб жизни своей. К тому же поэт, хоть с небольшой, но ухватистой силой. И как будто женщина в сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своей милой. Ирину Сисикину легче всего застать в аудиториях. В кабинет она приходит только, чтобы подписать бумаги. Как она шутит, заняться канцелярской работой. Ее кабинет – это тоже своего рода место для вдохновения. Прежде всего, конечно, библиотека. Эта библиотека попала к нам на факультет от Зиновия Яковлевича Анчеполовского. Он когда-то преподавал у нас русский театр и зарубежный театр. Преподавал много лет. Его удивительно любили все студенты, его лекции. Его библиотеку его жена Алла Борисовна Ботнякова передала это театральному факультету. И вот тут она стоит. Удивительная атмосфера в доме у нее всегда была. Мы, еще будучи университетскими друзьями, очень часто собирались у них. Она очень влияла на мой интеллектуальный уровень тоже. Хотя я читала всегда много, но то, что давала мне Ирина и Владимир Степанович Сисикин, подбрасывали, подкидывали, это, конечно, тоже дорогого стоит. Поэтому я так считаю, что все, что из меня в итоге получилось, это Ирина Борисовна. Ирина Борисовна продолжает воспитывать новое поколение студентов театрального факультета Института искусств. Эти ребята только-только делают первые шаги на подмостках. Где-то спотыкаются, где-то падают, но идут дальше. Руку помощи им всегда протянут. Так было всегда. Ну, это уже и талант педагога, и опыт педагога, потому что уже, ну что же, она, в общем-то, можно сказать, посвятила всю жизнь этой профессии. И, естественно, уже есть опыт, ну и плюс талант. Вот. Я работаю со студентами, и я каждый раз как бы примеряюсь, что бы Ирина сказала. А вот как бы она сделала? Вот понимаю, что вот не выходит, не получается, вот достучаться не могу, объяснить не могу. Думаю, а как же тогда мне Ирина Борисовна говорила? Как же Ира мне тогда говорила? Вот, честное слово, до сих пор оглядываюсь. Вот просто удивительно. По музыке у вас не создан законченный музыкальный кусок. У вас вдруг музыка обрывается, нет коды, нет, знаете, что такое кода? Не знаете? Это финал. Понимаете, должен быть финал, ударный, точка в конце, чтобы вам поаплодировали, а не так, чтобы вы ушли под собственные каблуки, чтобы была точка, остановка и по музыке, и по мизансцене, чтобы был ударный финал. Когда я училась в классе седьмом, мы жили в таком городе Днепропетровска, и я из школы иду домой, и я иду по двору, и слышу, как мои каблучки стучат, и вдруг какая-то мысль. Я никогда не буду работать в театре, но я всегда буду рядом с театром. Вот прошла такая мысль в голове. И я пошла себе домой. Но почему-то я эту мысль запомнила. И вот так оно и вышло. Понимаете, я могу видеть плоды своего труда. Вот последний выпуск, я горжусь им от того, что там было много талантливых людей, и мы вместе сделали семь дипломных спектаклей. Семь. И ребята учились так азартно, что заработали 11 красных дипломов. Путь Ирины Сисикиной в искусство начался не сразу, но он все-таки привел ее к делу всей жизни. Да, действительно, твое от тебя не уйдет. Главное – не опускать рук. У каждого из нас своя история. Самыми интересными мы делимся с вами на телеканале ТВ «Губерния». Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok